Здравствуйте, это Постскриптум, я Людмила Батюшкина. Сегодня мы поговорим о пассажирском транспорте в Караганде. В гостях у нас заведующий сектором пассажирского транспорта городского отдела коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ассел Тулебаев. Ассел Тулебаев родился в Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности организация перевозок. Во время учебы работал в частных компаниях, после окончания в 2018 году пришел на госслужбу в отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды. Начинал с должности специалиста в секторе пассажирского транспорта, позже главного специалиста. В 2021 году стал заведующим сектором. Ассел Тулебаев «Холост» увлекается футболом и путешествиями. Здравствуйте, Ассел. Здравствуйте. Сейчас немножко наладилось сообщение у нас в Караганде по каким-то маршрутам, но все равно жалоб много у нас на единицу, на семерку. Как вы оцениваете сейчас вообще состояние движения и работы пассажирского транспорта в городе? Да, действительно, у нас имеются проблемы. Это такая сфера деятельности, которая постоянно будет требовать улучшения. Это сфера услуг. Это, в первую очередь, обслуживание населения. На сегодня общественный транспорт перевозит почти 300 тысяч человек каждый день, если посмотреть по будням. То есть в любом случае от этих пассажиров будут идти какие-то нарекания, какие-то претензии. Это имеет место быть. Мы все отрабатываем, смотрим, принимаем работу. Мы провели определенную работу, если вы как отметили. Можно отметить некоторые улучшения точечно по маршрутам. К примеру, на таких небольших маршрутах, которые ездят в Кунге, в микрорайоне Шахтерском, то есть ранее был интервал 1 час. С учетом добавления второго автобуса мы интервал сократили до 30 минут. После введения дифтарифа 15 октября этого года пересмотрели расписание автобусов. Продлили по направлению Майкудука работа автобусов. То есть примерно после 9 часов, начало 10-го, еще можно уехать с остановки 45-й квартал в сторону Майкудука. И также по направлению в Михайловку, Узинку, после 8-ми, после полдевятого. В принципе, у нас автобусы есть, мы отслеживаем. Эта работа проводится. Проводим также работу по обновлению подвижного состава. В этом году третий автопарк 50 автобусов уже оплатил, закупил. Из них он 30 уже получил, остальные он получит до конца года. Также автобусный парк «Таксокомбинат» 32 единицы закупил. Поставка ожидается либо в конце этого года, либо начало следующего года. Там немножко задержки идут на границе. Как раз здесь мы закроем проблемные наши маршруты. Это 28-й, который получает много жалоб. 31-й маршрут. И планируем часть автобуса впустить на 7-й маршрут. Тоже он переполненный все время. Очень много жалуются, что люди с Юго-Востока утром не могут уехать. Да. Скажите, а качество... Вот если автобусы, которые из нашего саранского завода Касттехна, слышала жалоба, что они быстро ломаются. Как у нас? Уже успели? Или пока еще они новые и особо претензий не было? Автобусы, которые выпускаются ранее, это давно зарекомендовавшийся бренд «Ютонг». Эти автобусы уже используются в Караганде давно. Зарекомендовали себя, в принципе, хорошо. Может быть, есть единичные случаи, но это в рамках гарантии исправляются. А так претензий к автобусам нет. Учитывая соотношение цена-качество, это один из лидирующих поставщиков автобусов сейчас во всем мире. Во всем мире покупают. Не только в Казахстане у нас, в Караганде. После введения ДИФ-тарифа посыпались жалобы по поводу того, что иногда или пробивают два раза терминал оплату, снимают два раза с карты. Люди там жалуются, что очень много зайцев, и кому-то обидно, кто платит постоянно, почему все остальные ездят бесплатно. Что будете с этим делать? Да, действительно. С 15 октября мы ввели ДИФ-тариф, дали людям немножко привыкнуть. Через две недели мы убрали кондукторов в автобусах, пока что третьего автопарка. Параллельно начала работать контрольно-ревизионная служба, которая выявляет пассажиров, которые не оплачивают проезд. До сегодняшнего дня работа проводилась такая более разъяснительная. То есть пассажирам объясняли, что нужно оплачивать. В следующий раз будут применены административные меры воздействия. Это штраф. На сегодняшний день штраф составляет 2 МРП. Это чуть больше 6 тысяч тенге. И совместно с местной полицейской службой мы составили план мероприятий. Будем выходить в рейды, штрафовать. То есть пока еще особо рейдов и не было? Более разъяснительные были, да. И тут тоже будет действовать та же система? Первую неделю можно оплатить половину? Да. Насколько много будет контролеров? Езнаконтролеры есть у ОНАЯ и контролеры отдельного автопарка? Да. На сегодняшний день две контрольно-ревизионные службы работают. Это у ОНАЯ своя служба. Там порядка 30-40 человек работает. И у третьего автопарка. Там порядка 50 человек. А автобусов у нас сколько? Автобусов в день выходит порядка 320. То есть все равно они будут заходить не во все автобусы? Во все автобусы, да. Ну, как бы и такой потребности нет, что заходить прям в каждый автобус. Периодически через остановку послезер будет видеть, что работает контрольная резервная служба. Если он один раз оплатит штраф в 6 тысяч тенге, то в следующий раз, мне кажется, он лучше оплатит 8 тенге за проезд, чем платить штраф. Но тем не менее, люди спрашивают, не вернут ли кондукторов у нас в связи вот с такой ситуацией? Ну, пока нет, не планируется. В принципе, показатели сбора вырыжки в сравнении с тем, когда были кондукторы, и когда кондукторов нет, они плюс-минус одинаковые, особо не отличаются. Несмотря на зайцев, все равно выручка одинаковая? Да, зайцы есть, но, так скажем, автопарку выгоднее ввести зайцев, чем платить зарплату кондукторам, зарплату контролерам, еще отдавать комиссию ОНАЭ. А он еще платит комиссионное? Еще комиссионное. Ну, обязательно, да. Это же не государство платит. Это автопарки сами заключили договора с этой компанией. То есть сейчас они, в принципе, в плюсе? В плюсе... Или пока нет? В плюсе сравнения с чем? Припоприбыли. Сравнение с чем? Вы имеете в виду прибыль? С временем, когда работали кондукторы, без электронной платы? Ну, так скажем, выручка плюс-минус на одном и том же уровне стоит она. Насчет водителей. У нас по-прежнему дефицит в городе. Да. Причем сильный дефицит. Да. То есть если у нас... Порядка двухсот человек на сегодня не хватает. Это именно водители, которые имеют категорию D. Здесь немного сложности идут по получению этой категории. То есть требования к водителю... Да, водитель должен быть не младше 25 лет. До этого он должен три года откататься на категорию D1, то есть иметь стаж этой категории. D1 – это автобусы с вместимостью до 16 мест, от 8 до 16. Таких автобусов у нас в городе нет. То есть на маршрутах они не ездят. Автобусы малой вместимости, микроавтобусы, ну, либо газели. То есть как такового опыта они получить не могут. И здесь, в Караганде, нет условий для получения категории этой категории D. Именно сдать экзамен, да? Да, именно сдать экзамен. Но есть сейчас проект, который реализуется в нашем городе, это строительство автодрома, где водители могут получить категорию D в будущем. Ну, да, а опыт-то где им получать? Что? То есть у нас, получается, мы можем брать на работу только иногородних, которые где-то научились, где-то ездили. Либо которые, да, получили права в Астане, к примеру, либо уже до этого имели категорию D, которые еще до изменения законодательства получили эту категорию D. Нет, я имею в виду, опыт-то где им набрать? Но опыт-то набрать, ну, как такого по факту, да, не греть. То есть поэтому сейчас даже и прикол. Где-то какой-то частный извоз возможен, и все. То есть сейчас даже ни центры занятости, ничего не поможет? Нет, нет. Да, вот это острая проблема, действительно. Сейчас на уровне Министерства внутренних дел эти вопросы обсуждаются. И, возможно, снизят требования по возрасту, то есть начнут выдавать категорию D с 23 лет. Но это все на этапе обсуждения, пока ничего утверждать мы не можем. Как только поправки в законодательство вступят, уже, возможно, будет какая-то положительная динамика. Хорошо. А по поводу снятия с карты оплаты два раза? Повторная оплата, да. Вообще в целом на всех маршрутах у нас установлен интервал для исключения повторной оплаты от 10 до 40-45 минут в среднем. А, то есть это не одинаково, по-моему? Да, это на каждом маршруте установлено индивидуально. Объясню, почему. Вот есть небольшие маршруты, у которых протяженность короткая, и они... То есть тот пассажир, который сев в этот же автобус, выйдя по своим делам на минут 10-15, возвращается опять на тот же маршрут, на тот же автобус, у него повторная оплата не проходит. Для исключения таких случаев, на таких маршрутах мы сократили интервал до 10 минут. На длинных маршрутах, например, 43-53-118, там интервал повторной оплаты составляет 40 минут. То есть зайдя в сортировки, человек уже повторно где-нибудь в Майкудуке, он не сможет оплатить. Ну, в первую очередь это сделано для исключения случайной оплаты. То есть когда в автобусе много людей, особенно сейчас где-нибудь в кармане или в сумке карточка находится, и может присписаться повторная оплата. Для исключения таких случаев установили определенный интервал. Ну вот где-то я видела жалобу, что люди говорили, водитель сам заставил пассажиров при выходе из автобуса повторно приложить, то есть исключая, чтобы не было зайцев, чтобы все-таки все оплатили, он заставил всех повторно приложить карту к терминалу. И в итоге многие жаловались, что у них повторно. Это неправильно, так делать не нужно. Повторное прикладывание карты к терминалу – это не является... Обязанностью водителя, да, требованием. ...фактом проверки. Проверять факт оплаты проезда должен специальный контролер, у которого есть прибор. Он прикладывает карту к своему прибору, и на нем высвечивается, оплатил ли проезд пассажир или нет. А повторно прикладывать терминалу – нет необходимости. То есть водитель не должен так делать? Не должен так делать, да. В себе вести. Если все-таки такое произошло, что делать? Ну, если в таких случаях подтверждается именно факт повторной оплаты, то люди могут с официальным заявлением обратиться в компанию «Унай», описав всю ситуацию, подробности, детали поездки. По камерам видеонаблюдения будут изучены данные случаи инциденты, и будут приняты меры по возврату средств. Причем это заявление можно подать дистанционно? Насчет дистанционного вам точно не скажу. К нам можно дистанционно подать, но в компанию «Унай», по-моему, нужно приходить именно в офис. И нужно указать время, дату, номер, томас. Да, четкие полностью описания инцидента, когда, где и во сколько все это произошло, чтобы можно было конкретно разобраться по данному факту. Кто приложил карту и зачем он ее приложил. Были еще такие жалобы, люди... То есть терминал перестал работать, и водитель остановился, прекратил поездку и всех высаживал. А народу много, если это час пик. Тоже вот. Хотя в «Унай» подтверждали, что действительно, если терминал не работает, то автобус снимается с маршрута. А у нас их и так мало. Да, да. Мы здесь утвердили регламент такой, что если не работает терминал в автобусе, то автобус приравнивается к неработающему полностью. Ну, хотели... Ну, вообще практикуем такой способ, что если не работает терминал, автобус едет в режиме высадки до конечной своей. Параллельно он вызывает мобильную бригаду для замены, либо ремонта терминала. То есть новых пассажиров он не набирает, работает, везет только тех, кто уже сел до конечки. Вообще такой регламент. Я напоминаю, сегодня мы говорим о пассажирском транспорте Караганды. И у нас в гостях заведующий сектором пассажирского транспорта городского отдела коммунального хозяйства осыл Тулебаев. Вот по поводу кадров. Контролеры тоже вроде бы, ну вот они сами нам рассказывали, работа очень тяжелая, на улице, беготня постоянно. Текучка есть уже вот среди контролеров? Да, да, конечно, есть текучка. Такая работа, которая не всем по душе. В принципе, зарплата установлена ближе к средней. Рабочий день у них идет, делится на две части. То есть некоторые работают до обеда, в первые полные дня, а некоторые работают во вторые полные дня. Да, действительно, работа сложная, работа на улице, работа с пассажирами, с негативом, так скажем. Ну, не для каждого. Ну, с людьми, да, тяжело. Ну, в принципе, работа оплачивается, нормально оплачивается. Ну, набрали уже необходимое количество или еще есть вакансии? Есть еще потребности, есть вакансии, да. То есть прием еще, набор еще идет. По поводу водителей хочу вернуться. Насколько у них длинный рабочий день, как они работают, можете описать? Потому что действительно пассажиру непонятно. Очень часто вот ты нас везешь, как дрова. Понятно, что очень тяжело, у нас большой трафик, да, на дорогах очень тяжело им тоже лавировать, и поэтому и они бывают не всегда вежливы, тоже и подрезают, и все. Насколько тяжелая эта работа, и как она оплачивается? Работа, на самом деле, очень сложная. Во-первых, то, что у него временные рамки такие, то есть в 6 часов водитель уже должен быть на маршруте, на линии. То есть из дома ему нужно выходить чуть ли не в 4? Ну, грубо говоря, в 4 часа он должен, да, проснуться. Конечно, те графики, которые начинают раньше, они и раньше заканчивают, но есть такие факты, когда водители работают до 10. В 10 он только загоняет автобус в автопарк. То есть это длительность сколько протяженности, длительность рабочего дня? Те водители, которые заканчивают в 10, они, соответственно, начинают, они и позже. В час пик, да, выходят? Да, у них есть промежутки на перерыв в обед. То есть, может быть, два длинных обеда, два часовых обеда мы выставляем по графику. За это время, может быть, кто-то успевает, если, допустим, живет недалеко от конечки, сходить домой или отдохнуть в автобусе в том же самом. Да, ну, сложная работа, специфическая, но оплачивается тоже соответствующая. На сегодняшний день средняя зарплата у водителя автобуса составляет порядка 400 тысяч тенге. Ну, она варьируется от 300 до 600, до 700 может доходить. В зависимости от маршрута, в зависимости от отработанных часов, от его работы. То есть, были ли на него жалобы или нет, тоже это все влияет на оплату. А вы сейчас, вот сотрудники отдела коммунального хозяйства, вы выходите в рейды? Потому что, вот, прошлой зимой я видела сотрудников, которые стояли там с блокнотиками или с... Да, конечно, мы в рейды обязательно выходим. Фиксируем автобусы, фиксируем нарушители, смотрим санитарное состояние автобусов. Мы делаем также предрейсовые выезды в автобусные парки. То есть, перед тем, как выехать на линию, мы совместно с механиком составляем чек-лист и проверяем наличие необходимого оборудования, работоспособность и так далее, чистоту автобуса. Все это мы тоже периодически проверяем. Но с вводом системы УНАИ у нас еще появились возможности дистанционно отслеживать работу автобусов. Нам предоставлен доступ к системе отслеживания. И мы по госномеру автобуса можем посмотреть, в какое время, где он находился, сколько он стоял на остановке. И большую часть работы мы проводим из кабинета. Но если есть потребность, необходимость, периодически мы тоже выезжаем на линию и непосредственно с остановок все наблюдаем. Вообще вот за это время, за сколько работает у нас система УНАИ, немного, конечно, прошло. Но все-таки первые результаты какие вы видите? Положительные, отрицательные? В первую очередь это у нас исключение теневого оборота средств. То есть вы действительно убедились, что он был? Да, действительно убедились. То есть если раньше автопарки сдавали эти отчеты, показывали, что они столько зарабатывают, эти отчеты подвергались как бы сомнению, действительно ли это так. На сегодня все эти деньги мы уже видим, то есть действительно подтверждается. Также есть у пассажиров возможность отслеживания автобусов полностью всех через мобильное приложение УНАИ. То есть он может зайти посмотреть, где едет нужен для него автобус, нужен маршрут, и примерно сориентироваться по времени, когда ему выйти на остановку. Или вообще ждать, не ждать ему этот автобус. То есть в принципе если автобус сошел с графикой сегодня не будет, то уже, например, вот 49-й, например, их всего сколько ходит, 3 автобуса, да? Да, 3 автобуса ходят. И часто очень последний можно стоять, бесконечно ждать, он не приходит. То есть теперь по УНАИ это видно? Да, это все можно отслеживать, смотреть. Также, ну, в целом вообще это удобнее для пассажиров, то есть не нужно носить с собой наличные деньги, можно закинуть деньги на карту и картика расплачивается. Тоже немаловажным остается то, что мы убрали уже кондукторов, нам много снизились жалобы. Основная вообще причина была это недовольство именно работы кондукторов, то есть они могли иногда быть грубыми, иногда сдачу может неправильно дать и так далее. Сейчас полностью все эти факты исключены. У водителя стоит задача выполнять свой график по времени, по расписанию, нет необходимости стоять на остановках, как ранее было на 45-м на рынке, по 5-10 минут. Они остановились, пассажиров выгрузили, собрали и поехали дальше по своему расписанию. По своему маршруту. Будет ли теперь пересматриваться дотация автопарку? Вот в связи с тем, что если вы увидите, что автопарки стали больше зарабатывать. Да, действительно, у нас у бюджета сейчас появляется потребность покрывать убытки перевозчиков на 100%. То есть, если раньше бюджет это делал на 60-70%, покрывал убытки, то сегодня мы должны это делать на 100%. То есть дотации будет больше? Однозначно, да. А сколько сегодня они получают? Ну, к примеру, в прошлом году автобусные парки получили 4,3 миллиарда тенге субсидий по году. В этом году пока предусмотрено 6,9 миллиардов. Ничего себе. Ну, эта сумма, она полностью не покрывает. То есть она даже не покрывает? Ну, вообще у нас порядка 14 миллиардов потребность по году. Ого. Вот. А сколько перевозчиков сегодня? Перевозчиков 6, 6 автобусных парков так же работают у нас. Ну, а число жалоб снизилось к вам или, наоборот, увеличилось вот за этот месяц-полтора? Мы наблюдаем очень, намного меньше жалоб стало. Ну, по факту водителю работать стало проще. Он соблюдает свой график, он не зависит от плана выручки. Его задача – следить за дорогой, выполнять график, соблюдать маршрут. Вот. Соответственно, ушли гонки, ушли нарушения правил дорожного движения. Ну, не полностью, конечно, но какая-то часть. И ушли жалобы, связанные с кондукторами. То есть это основная часть была. Ну, если вы сейчас сами мониторите социальные сети, вы тоже можете обратить внимание. По мечталу. Конечно, есть нарекания, есть и положительные моменты. Например, жители, благодаря запуске нового маршрута номер 65, мы запустили недавно, с 15 ноября. Он проходит со стороны Юго-Востока, через новый микрорайон по улице Ашимова. По Гоголя выходит мимо Политеха на вокзал. То есть тоже актуальный маршрут. Автобусы ходят, интервал у него порядка 15 минут. Также запустили дополнительный маршрут по микрорайону Кунгей. Это Кунгей-3, отдалённая часть. То есть теперь люди могут... Ну, по определённому графику, он, конечно, там не каждый 10-15 минут ходит. Но могут также выехать. Ну, в основном он ориентирован на школьников. Это 20-й маршрут. Просили автобуса, не запустили мы ему. Что ещё мы сделали? Также были жалобы на 68-й маршрут. Это посёлок Курьяновка. Там мы полностью заменили перевозчика. Передали другому автопарку. Сейчас обслуживаю, тоже жалоб нет. То есть теперь регулярно ходит автобус? Да, регулярно ходит по графику. Работу его продлили. В принципе, точечно отрабатываем. Если где-то жалобы поступают, мы рассматриваем, если необходимо есть добавление, увеличение работы, графика маршрута и так далее. По маршрутам мы работу проводим точечно. Допустим, на 43-м маршруте с учётом прихода новых автобусов уже подняли количество автобусов в будний день до 30. То есть интервал сократился. Люди уже тоже хвалят, говорят, что 43-й стал ездить лучше. Такие моменты точечно отрабатываем. А автопарки как-то штрафуются, если автобусы сходят с графика? То есть часто можно всё-таки наблюдать вечером толпу народа, которые не могут уехать, или утром? Просто так автобус не сходит. Он может сойти по причине технической неисправности, например. Но автопарки из-за этого не отвечают? Автопарк получает субсидии по факту своих расходов. То есть он, грубо говоря, проехал столько-то километров, понес расходы на определённое количество километров, он и выставляет расходы по этому количеству. Если же он сошёл с линии, соответственно, они в зачёт не идут. Здесь можно отметить, что те автобусы, которые часто ломаются, это больше старые автобусы, они изношены. Для этого, например, возьмём пятый автопарк, который ездит, обслуживает в основном при Шахтинске. У него почти все автобусы, они уже изношены. В этом автопарке произошла смена руководства, смена учредителей. И уже идёт заявка на закуп 50 новых автобусов. Для пятого автопарка это где-то 100% обновление подвижного состава. То есть мы надеемся увидеть в следующем году уже автобусы по направлению при Шахтинске, узенькие, новые автобусы, современные, с кондиционерами и так далее. И, соответственно, будет меньше сходов. И на новые автобусы уже будет идти поток водителей. То есть водителю приятнее водить автобус, новый, который не ломается. Соответственно, у него будет отработано больше часов, он получит большую зарплату, чем на старом автобусе, который постоянно ломается. Понятно. Тоже всё это влияет. Спасибо большое вам за то, что нашли время к нам прийти и ответить на вопросы. Удачи вам в вашей нелёгкой работе. Я напоминаю, в гостях у нас был Асыл Толюбаев, заведующий сектором пассажирского транспорта городского отдела коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова